Стальной хват России. Привет большой. Подписчики на канале YouTube. Привет большой. Ну, как всегда. 9 часов утра. 9 часов утра. До дворе у нас 15 декабря. Александр Александрович, Москва. Привет огромный. Любителю жимовой копировки и вообще лазить по канатам. И всем, и всех спортивных силовых видов спорта. Привет. Еще раз. Обсудили вчера эспандеры. Какие надо на Новый год получить в подарок от жены. Очень приятно, что женщины заботятся о своих мужчинах. Делают им приятное в виде тренажеров для развития силы сдавливающего хвата. Просто хвата, просто силы руки. Мужской силы кисти. Поэтому, ну, очень приятно. Уже не первая женщина ко мне, девушка, обратилась, кто хочет сделать подарок и приятное молодому человеку. Это, ну, это радует. Итак, два эспандера. Капитан второго ранга и капитан третьего ранга. Предварительная калибровка была 49,2 для капитана третьего ранга и 53,3 для второго ранга. Ну, начнем, Саш, по порядку. Ну, я думаю, я надеюсь, что эспандеры тебя порадуют. На самом деле, просто много работы положено в создании этого эспандера. И не только в создании. Вот то, что я делаю с этими эспандерами. Я еще раз путем съемок фильмов, через фильм обращаюсь к тем, кто там кучу вопросов задает. Создатели, не создатели, перестаньте задавать вопросы. Сделайте свои эспандеры, лично свои. В сарае делайте, на производстве делайте, линию купите. И явите миру что-то. Либо вот таким вот способом. Где-то закажите. И потом явите это тоже миру. И продавайте. Самое главное, чтобы вы понимали, о чем вообще речь идет. И знали, что это не просто так. Вот, я держу сейчас в руке кусок железа. А в это вложено много души. Души не только производителя, но и лично моей. И... Да я не буду больше вам ничего говорить. Все уже сказано путем вот этих эспандеров. И не только этих. Вообще. Десятки тысяч видео уже снято. И рассказано вообще про все. В общем-то, если бы не было стального хвата России, так бы и продолжали бы жать капитана третьего ранга 127 килограмм. Итак, еще раз. Отвлекает Саша. Несчастья всякие разные. Слабые духом и телом. Пытаются что-то... Что-то кому-то навязать. Не надо ничего навязывать. Занимайтесь собой. Лучше становитесь. А мы посмотрим, насколько вы лучше станете. Ну вот. Ну, объявлено было 61,65. Естественно, будет гуляние 64,4. 64 миллиметра. Ну, как угодно. Он немножко подпросядет. 64 станет. Может, еще чуть больше просядет. Но это будет не скоро, скажем так. И капитан третьего ранга, он у нас на пружине семерочка. Ровно 7 миллиметров. Ручка стандартная. 19 диаметром и 95 длиной. Все. Диаметр навивки. Это смысл показывать нет. Ну, давай теперь, Саш, посмотрим. В общем-то, все мои вот обзоры, эти краткие, это просто, чтобы на памяти осталось. Вот как он сделан. Аккуратность изготовления. А уже при появлении у тебя на руках, ты уже будешь являться объективной оценкой того, что получено. Нравится, не нравится. Все надо, если не нравится, надо снять фильм и рассказать, ну, что не понравилось. Какой именно аспект в эспандерах. Там накатка, длина ручек, толщина, пружина. Вот что не понравилось. Ну, вот. Значит, ну, уже калибровка была не ранее. Я, может быть, еще пару раз гонял эспандер. Накатка здесь вообще, считаю, на самом деле идеальная. Вот, абсолютно идеальная. Между вообще жесткими, ну, разной степени жесткости. И именно, вот, ручки сошлись фактически на одной линии. Остальной охват России, капитан третьего ранга. И вот именно между мягкими накатками. Это средняя накатка, очень усредненная. 48,7, 49,2, 49 килограмм. Ну, можно считать, все-таки, его 48 килограмм. Он однозначно подсядет. Все-таки пружина преработается. Это будет 48 килограмм. Ну, на данный момент, при первых, там, сотнях сжатий, ну, наверное, где-то 49 будет держаться. Середину помним. Вот середина, фактически, она здесь тоненькой линией проведена. На алюминии прорезана. Это 49 на полтора. Да? То есть, ну, грубо говоря, там, 50 на полтора, это 75, ну, где-то 73 килограмма, грубо говоря. То есть, вот, чтобы взять капитана третьего ранга, аккуратно, придерживая, большим пальцем, обязательно, палец вот именно так работает. Не вот так, а именно так. Он не дает ручке двигаться вглубь ладони. Вот здесь надо примерно, ну, 73 минимум динамитрии иметь, чтобы взять его в руки, заправить и закрыть. То есть, от 75 килограмм и выше, без установки. С разными установками, естественно, это все падает. Дипсет для этого эспандера, при умении, конечно, диповать, потому что это очень важно, Саша. Вот эти все установки, умение работать вот этим пальцем, да, умение придерживать, потому что дипсет, это фактически глубокое сдавливание ручки, до касания ручки, уложенный в ладонь, и перехват рукой, и удерживание одной рукой. Ну, при этом умении, ну, 20 килограмм, это слишком круто, это слишком огромное умение, сила в одной руке большая, ну, 15 килограмм, то есть, 73 минус 15, ну, 60 килограмм, то есть, 60 килограмм, чтобы задиповать этот эспандер. В 60-м, может быть, даже и поболее, потому что кто не умеет, хотя бы вот этих аспектов делать, вот, вот он, вот он, дипсет, я перебираю и удерживаю, да, то это будет больше. Все, с третьего ранга познакомились, Сань. Значит, смотри, теперь, дай бог, ну, ты мне покажешь видео, как будешь закрывать, на разы, и вот капитан второго ранга. Ну, это, наверное, будет целевой, потому что, говоришь, Heavy Grip 250, пока так слабенько, это все-таки намного сильнее, намного сильнее 250-го, это сильнее двойки, даже при меньшем расстоянии. Вот такая гравировка, не гравировка, штамп, но называю гравировкой, опять же, чтобы не придирались бы, не накомыслящие, потому что гравировка и штамп разные вещи. Вот, второго ранга, капитан второго ранга. Ну, естественно, по образу и подобию все сделано, все эспандеры от курсанта до адмирала, поэтому посмотрим расстояние у капитана второго ранга. Ну, вот, фактически два идеальных расстояния, у тебя 64,4, там 64,2, они будут абсолютно одинаковые. Пружинка была на третьего ранга 7, пружинка на второго ранга 7,14, то есть и на пружинах она разных сделана, что немаловажно, дабы сберечь одинаковое расстояние и при этом еще и сохранить одинаковый диаметр намотки. Итак, капитан второго ранга, то есть еще раз говорю, Сашей, и на твоем видео скажу, надо уметь устанавливать, не надо задавать вопросы, как мне закрывать эспандеры, вы показываете видео, а на видео совершенно полное безобразие и конфуз. То есть не умея устанавливать эспандер, очень много сил тратится на закрытие вот именно этого неумения, ну, то есть компенсацию, скажем так, поэтому, так, по нулям, поэтому смотрите видео, очень много обучалок, очень много, настолько много, так, 53,3 показал, давайте проверим, совпадет, не совпадет, что будет у нас, насколько все правильно, насколько все точно, ну, потому что я специально это все, в общем-то, заранее делаю, чтобы ориентироваться, какие нагрузки остаются, чтобы что-то подсказать, 53,3, ну и плюс, заодно показываю, насколько точно работает вообще станок и вся наша система вот это, замеров, калибровок и прочего. Точное подведение, капитан второго ранга, вот такая пружинка, она слегка смазана, то есть у меня швитковая смазка есть, то есть это уже и на уход, это потом абсолютно естественно, 53,4, 53,3, вот так вот, все абсолютно одинаково, 53 килограмма, ну, будем считать, опять же, 53,49, вот 4 килограмма, 4, там, 4,5, этот шаг все равно будет присутствовать, но опять же, одним эспандером будет больше работать, явно капитаном третьего ранга, то, что легче, это очевидно, соответственно, он больше упадет, ну, быстрее упадет, и станет полегче, там, 48, ну, разница станет в 5 килограмм, Саш, 5 килограмм, это много, это 7,5 килограмм, динамометрии, это, ну, это, допустим, я вот, где на 90 там работаю, а ребята на 97, совершенно разные вещи, и так, два эспандера, Саш, я фильм снял для тебя, занимайся, видео твои посмотрел, шикарно, молодец, в общем-то, главное, что-то, к чему-то стремиться, что-то желать, третьего ранга, второго ранга закроешь, следующий на повестке дня будет у нас, ну, вот они, третьего, второго ранга, капитан первого ранга, желаю дойти до капитана первого ранга, тебе и семье здоровья, всего хорошего, финансового благополучия, и встречаемся, родители, пока.